Мы находимся во дворце детского творчества, где проходит международный танцевальный фестиваль Asia Dance 2018. Уже третий год стены дворца принимают участников из населенных пунктов Приморского края, а также гостей из Китая. С какого ты города сюда приехала? С города Артема. С города Артема. Из города Артема. Из города Артема. Расскажите о своих эмоциях, как вы сюда попали? Мы попали сюда, узнав об этом конкурсе через интернет. Мы не первый раз участвуем. Участие было тяжелым. Очень много сильных соперников перед выступлением и во время выступления очень сильно волновались. Было очень трудно, ноги тряслись. Было тяжело на самой сцене работать, так как пол достаточно скользкий. Мы боялись, ноги поскользлются. Готовиться было трудно, потому что было мало номеров через каждое выступление. Но конкуренты были серьезные. Какими танцами занимаешься? Эстрадными и классическими. Современный классический хип-хоп. Сколько вы вообще лет занимаетесь танцами? Я пока что занимаюсь два года. Я занимаюсь пять лет. Ну, шесть с половиной, можно так сказать. Скоро будет награждение, и мы надеемся занять как минимум лауреатство, но уже будет зависеть от того, как скажут судьи. Сегодня заняли какое-нибудь место. Да. Одно гран-при. Это было для нас прям шок такой большой. Очень рад. Цель данного фестиваля – это, конечно же, развитие творческого потенциала детей. То есть у нас очень много танцующих детей в Приморском крае. И мы хотели создать площадку, где танцующие дети могут себя реализовать. То есть конкурс мы проводим уже третий год. И, в принципе, с каждым годом он растет. Участников больше, география шире. И вот мы как бы очень рады этому. Мы очень беспокоились из-за снега, который выпал вчера, и думали, что, может быть, это как-то подпортит наш фестиваль, кто-то не приедет. Но все обошлось, все коллективы доехали, чему мы очень рады. Вот все выступили, зарядились энергией. И как-то получили оценку комитетного жюри и могут стремиться к чему-то новому, к новому достижению, новым целям. Субтитры создавал DimaTorzok